Очень важно отслеживать свою походку. Она должна быть уверенной. Это больше имеет значение, чем вы идете ровно или не сутулитесь. Поймите, вы когда идете уверенно, то и сами себя чувствуете уверенно. Да и те другие люди, которые смотрят на вас, думают, какой уверенный человек идет. Помните, походка – это ваш почерк. Почерк, который видят все. Это не то, что вы пишете на клочке бумаги, а пишете прямо на улице. Поэтому тренируем свою походку. У нас получится. Друзья, я сейчас вас научу одному очень важному правилу. Как ходить? Вы наверняка слышали, и с детства вам говорят, не сутулитесь, вырвините голову, поднимите ее выше, сведите лопатки сзади и идите ровно. Конечно, возможно, это походка красивая. А я вам говорю про уверенную походку. Чтобы вы нашли опору в этом мире и шли уверенно. Пусть вы немного согнете спину, и у вас не очень красивая будет форма позвоночника, но уверенность вы приобретете. Вы прежде всего знаете такие две точки. Точки, откуда растут ноги. И точка креста. Ноги, откуда растут. И точки креста. Получился такой треугольник. И когда вы идете, ну, конечно, можно и подтянуть журмот, и вырвинить спину. Но когда вы идете, вы должны мысленно, особенно если вы не уверены, этот центр тяжести отслеживать и держать его, а треугольник самая жесткая фигура, его держать не согнутым. И тогда, и тогда у вас внутренне появляется уверенность. Потому что центр тяжести вашим вестибулярным аппаратом отслеживается. Потому что вы чувствуете себя в этом пространстве уверенно. А раз вы чувствуете себя в пространстве уверенно, то и почувствуете психологически уверенно. И тогда вы будете спокойно идти на людей, в толпу или в другую. Среди этих хулиганов, которые по вечерам около подъезда тусуются, пиво приедут. Как горячий нож сквозь моего масла. И я уверен. Я держу свой треугольник в центре тяжести. И они это чувствуют. Запомните. Собаки, хулиганы и все остальные чувствуют вашу неуверенность. А если вы уверены, уверены и в фигуре, уверены психологически, у вас все получится. Занимаемся дальше. У нас еще много упражнений разных. Это только начало.